Власти Северной Кореи сообщают, что увеличивают объёмы производства в преддверии 15 апреля. В этот день в стране будут отмечать 100-летие со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. По этому поводу для иностранных журналистов провели экскурсии по ведущим предприятиям и фермам. Первой посетили фабрику по производству шёлка в Пхеньяне. Её сотрудницы рассказывают, что к концу марта они уже перевыполнили план на полгода. «Будет много праздничных мероприятий, включая масштабный гражданский парад. Многие рабочие нашей фабрики тоже примут в нём участие. Мы изо всех сил стараемся отметить день рождения президента Ким Ир Сена, увеличив производство». Рабочие фабрики Тедонган, где изготавливают сидр и фруктовые соки, тоже докладывают об увеличении производства. По словам администрации предприятия, они произвели уже 10 тысяч тонн продукции. Это одна треть годовой нормы. Северная Корея – одно из беднейших государств мира. В стране десятилетиями продолжается экономический кризис, из-за которого не прекращается голод. С 1997 года гуманитарную помощь КНДР начали предоставлять США. Однако поставки продовольствия были приостановлены после того, как в 2005-м Пхеньян впервые объявил о планах создать ядерное оружие. Кроме этого, Соединённые Штаты наложили на страну экономические санкции, которые обещают ужесточить, если северокорейское руководство не откажется от запуска ракеты со спутником. Ожидается, что Северная Корея в период с 12 по 16 апреля проведёт запуск ракеты. По данным властей, она должна доставить на орбиту метеорологический спутник. Однако многие страны уверены, что за этим скрывается испытание ракеты дальнего радиуса действия для доставки ядерных боеголовок.